МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости телестудии Корочаганак в студии Майя Амирова. Сегодня мы вашему вниманию предлагаем следующий обзор новостей. Все на субботник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках реализации проекта в нашем районе берет свое начало выпуск телевизионных передач 100 лучших учителей учреждения образования Бурлинского района. Теперь обо всем подробнее. Конец апреля, начало мая определено в нашем районе периодом общегородских субботников. Повсеместно проходят мероприятия, призванные облагородить внешний вид наших улиц, парков и дворов. С заботой о природе и чистоте улиц заинтересованы все жители Бурлинского района о том, как спасти окружающую среду от загрязнения, а дворы от мусора. Очередной субботник прошел в конце апреля. В этот раз наши корреспонденты присутствовали на уборке территории, проводимой студентами Аксайского технического колледжа. Бутылки из-под спиртного, банки из-под напитков, бумага, пакеты от чипсов, картонные коробки, мешки и многое другое в буквальном смысле вываливалось за пределы лесополосы, расположенные за бизнес-центром Нородаулет и гостиничным комплексом Самал. За веники, лопаты взялись студенты Аксайского технического колледжа. Организаторами субботника стал ресурсный центр по работе с молодежью Бурлинского района при поддержке Акимата города Аксай. Цель данного субботника – навести порядок в нашем городе, облагородить дворы и улицы. Конечно же, очень важно, чтобы каждый отдельный человек ощущал некую социальную ответственность. И мы призываем активную молодежь принимать участие в подобных мероприятиях и внести свой вклад в чистоту города. Стоит отметить, что субботники – это своего рода экологическая акция. Содержать в чистоте город, где растут наши дети, сажать больше деревьев, ведь деревья очищают воздух, которым мы дышим. Наша группа участвует в городском субботнике для того, чтобы сделать наш город более чистым. Выход на субботники – это, как правило, совместного проживания жителей города. Повод познакомиться, пообщаться, испытать чувство общности с теми, кто рядом, поработать на свежем воздухе. В ходе уборки лесополосы студенты Аксайского технического колледжа собрали около 30 больших мешков мусора. Мира Султанова, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак. В свете происходящих в мире событий программная статья главы государства «Взгляд в будущее» модернизация общественного сознания стала для казахстанцев важным идеологическим направлением – сохранить и приумножить духовные и культурные ценности. Вот основная цель работы. По данному направлению разрабатывается проект «Остаз Узгерстер Ельщесе». В рамках данного проекта «Остаз Узгерстер Ельщесе» будут реализованы мероприятия по повышению престижа профессии учителя и стимулированию педагогов к постоянному совершенствованию. В рамках работ будет создана и выпущена видеоколлекция, где будет рассказано о 100 лучших педагогах Бурлинского района. Уразгалиева Серкану Махсутовна – учитель начальных классов высшей категории. Она является компетентным, творческим, высокопрофессиональным учителем. Для нее характерны деловитость, чувство ответственности, высокий профессионализм. Она эффективно использует в работе современные образовательные технологии, личностно-ориентированное обучение, здоровье сберегающие технологии. Применение учителем информационно-коммуникационных технологий на уроках раскрывает неограниченные возможности для индивидуализации и дефинициации учебного процесса, обеспечивая интеллектуальное развитие каждого ребенка. Методическая тема, над которой работает учитель – развитие речи и орфографической зоркости младших учеников во внеурочное время. По данной теме была разработана программа факультативного курса по русскому языку в начальной школе «Русский язык для всех», который был распространен в области. Для меня быть учителем – это значит обучать детей знаниям, нести добро, воспитывать в них высокие нравственные качества, чтобы они вырасти достойными гражданами нашего государства. В 2016 году у Разгалеева Сиракана Махсутовна принимала участие в районном туре Олимпиады учителей начальных классов и завоевала первое место. В областном туре была награждена дипломом первой степени. За участие в международном интернет-конкурсе «Лучший урок» награждена дипломом третьей степени. Участвовала в работе республиканского круглого стола «Нормы чтения единого языкового стандарта обучения трем языкам» как одно из условий развития читательской грамотности школьников. В республиканском журнале «Начальная школа» был опубликован ее урок «Звуки и буквы Е». В 2017 году на казахстанском образовательном сайте «Планы КИЗ» был размещен урок по теме «Природа зимой. Зимние забавы». В газете «Жаек-Устазе» опубликованы статьи о республиканском интеллектуальном марафоне «Дорога к знаниям», в котором участвовали учащиеся вторых классов Бурлинского района и статья «Формирование читательской культуры младших школьников». Серкана Махсутовна большое внимание уделяет не только обучению, но и воспитанию учащихся. Она проводит интересные внеклассные мероприятия и классные часы. Ее ученики являются призерами и победителями областных интеллектуальных олимпиад. Отличительной чертой работы учителя является тесный контакт с родителями учеников. Ни одно мероприятие не проходит без их участия и помощи. Они – ее надежные помощники и союзники в воспитании детей. Серкана Махсутовна – добрый, чуткий человек, готовый всегда прийти на помощь. За это ее уважают коллеги, учащиеся и их родители. На этом у нас все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok